Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас. Сегодня с нами на связи руководитель Русского Дома в Буэнос-Айресе, Муратова Вольга. Вольга, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Я рада приветствовать всех от лица Русского Дома в Буэнос-Айресе. Не могли бы вы рассказать нам об истории создания и развития Русского Дома в Буэнос-Айресе? Да, конечно. История создания и развития Русского Дома в Буэнос-Айресе очень интересная. Культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Аргентиной существовало еще с конца XIX века. И оно не прерывалось даже после революции 1917 года и вплоть до 1946 года, когда дипломатических отношений между нашими странами не было. А также во время военной диктатуры в Аргентине, когда они были значительно осложнены. Несмотря на все трудности и эпохи, именно культура служила тем связующим звеном между народами. В Советском Союзе в 1925 году, как вы знаете, было создано Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. И в этот момент в Аргентине начали образовываться, возникать общество друзей Советского Союза, благодаря которым это культурное сотрудничество продолжалось. И вот в этом году исполняется уже 44 года с того момента, как русский дом в Буэнос-Айресе открыл свои двери. В 1979 году в аргентинской столице по адресу улицы Ревадави, дом 4266, было создано Общество Аргентино-Советских культурных связей с Арку. И буквально с первых дней своего существования эта организация превратилась в настоящий центр притяжения для тех, кто всем сердцем любит Россию, ценит ее достижения в области науки, культуры, образования. Впоследствии в этом доме работало представительство Росзарубежцентра, а с 2009 года здесь функционирует представительство нашего федерального агентства Россотрудничества, лицератистского центра науки и культуры в Буэнос-Айресе, или как здесь аргентинцы и наши соотечественники называют нас Русский дом в Буэнос-Айресе. И с тех пор при нашем непосредственном участии и Россия, и Аргентина с позитивной динамикой развивают свои культурно-гуманитарные связи, и мы работаем, предоставляя возможность всем аргентинцам ближе познакомиться с нашей страной. То есть в следующем году уже юбилей, 45 лет, правильно? Да, в следующем году будем отмечать юбилей. А как вы стали частью Русского дома? Я стала частью Русского дома достаточно давно, Русского дома и Россотрудничества. Еще будучи студенткой факультета истории международных отношений, я была активным участником различных международных образовательных и межкультурных программ, проектов, инициатив. И получив высшее профильное образование, и на тот момент, продолжая свое обучение в Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, я поступила на работу в наше агентство. И в этом году исполняется ровно 10 лет с тех пор, как я стала частью команды нашей замечательной организации. Получается, в университете вы прониклись в Латинскую Америку и любовью к ним? Вы знаете, да, на самом деле я давно знакома с культурой латиноамериканских стран, и в особенности с Аргентиной. Дело в том, что я еще с самого детства профессионально занималась танцевальным искусством, и одним из моих любимых танцев был танго, и поэтому сейчас у меня есть замечательная возможность продолжать восхищаться и наслаждаться одним из самых красивых танцев – это танго. И также мне очень нравятся латиноамериканские ритмы, и культура этой страны мне очень близка. Вы не подскажете, русская культура в Аргентине? Насколько давно она появилась? Русская культура и Россия, она всегда была притягательна для жителей Аргентины. Будь то русский балет, русская музыка или русская литература. Дипломатические связи между Россией и Аргентиной были установлены в далеком 1885 году. В этом году, как мы можем посчитать, исполняется 138 лет нашим дипломатическим связям. И с самого начала важную роль в отношениях между нашими странами играли общественные и культурные связи. С русской культурой аргентинцы познакомились одними из первых в Латинской Америке. На рубеже XIX и XX веков здесь появляются уже произведения Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Примерно в то же время музыка русских композиторов Мусоргского, Чайковского, Римского, Корсакова начинают входить в репертуар аргентинских исполнителей. В 1908 году на сцене знаменитого оперного театра «Колон», который известен во всем мире, входит в пятерку лучших оперных театров мира, и он лучший в Латинской Америке. На сцене этого театра выступал наш знаменитый певец Федор Шаляпин. А в 1917 году в Буэнос-Айресе проходят первые гастроли русского балета Дягитлева. И гуманитарные отношения получают очень мощный импульс с созданием в Советском Союзе еще в 1925 году союзного общества культурной связи за границей. И в 30-е годы в Буэнос-Айресе уже актеры МХАТ знакомят аргентинцев с системой Станиславства. Немного позже в России становится популярным и очень таким востребованным новое направление там. Общественные связи между нашими странами сохраняются во время Второй мировой войны, когда многие аргентинцы поддержали советских людей в борьбе с фашизмом. После военной годы здесь начинают формироваться и работать общество дружбы с Советским Союзом. Также возникают различные культурно-спортивные клубы наших соотечественников, которые создавали иммигранты из разных республик Советского Союза. В 1958 году создается Институт культурных связей Аргентина-СССР. При его содействии проходят гастроли лучших советских музыкальных и танцевальных ансамблей здесь, в Аргентине. В кинотеатрах страны демонстрируют советские фильмы. И важно отметить, что в то же время и в Советском Союзе становится очень популярна и востребована аргентинская культура. Популярны становятся произведения Борхеса, Хулио Картасера. И на сценах советских театров становятся популярны постановки аргентинских драматургов. С успехом проходят гастроли аргентинских музыкантов, ансамблей. Ну, здесь стоит упомянуть, наверное, самых таких ярких звезд на тот момент аргентинской и мировой эстрады. Это «Мерседес Соса» и «Лолита Тора». И таким образом русская культура появилась в Аргентине. И с тех пор аргентинцы очень хорошо с ней знакомы. Они с удовольствием ходят на русский балет. Они с огромным удовольствием читают Достоевского. Они приходят на мероприятия в «Русский дом» и продолжают интересоваться нашей культурой. И, что важно отметить, этот интерес не спадает. Казалось бы, знаете, такой далекий регион, такая далекая страна. Мы находимся очень далеко друг от друга. Нас разделяют моря, океаны, даже континенты около 14 тысяч километров. Но, тем не менее, наши страны хорошо знакомы с историей и культурой друг друга. Аргентина – удивительная страна с невероятно красивой природой, интересной и богатой историей и прекрасными людьми. Это страна футбола, это родина знаменитых на весь мир футболистов Месси и Марадонны. Это страна вкусного мяса и ароматного мольбека. Ну и, конечно же, это родина танго. Мне нравится, что аргентинцы очень образованные, что у них очень высокий уровень культуры. В стране очень большое количество театров, университетов, музеев, различных культурных пространств. Здесь постоянно проходят какие-то мероприятия на любой вкус, для людей любого возраста. Очень здорово, что аргентинцы постоянно чем-то увлекаются. Ну, то есть, например, практически все мои знакомые аргентинцы имеют какое-то хобби, кто, например, посещает курсы фотографии, кто играет в театре, в цирке, занимается какими-то видами спорта. В этом плане они очень любопытные, в самом лучшем смысле этого слова, очень увлеченные и очень большое внимание уделяют развитию своего творческого потенциала. Также важно отметить, что аргентинцы – это очень спортивная нация. Они занимаются бегом, здесь невероятно популярен футбол. Здесь даже говорят, что аргентинцы учатся играть в футбол раньше, чем они учатся ходить. Мне кажется, это уже о многом говорит. И здесь очень популярны такие виды спорта, как теннис, поло. И мне кажется, что это очень здорово. Ну, я как человек, который с детства профессионально занимался спортом, профессионально занимался танцевальным искусством, я не могу не восхищаться аргентинским танго и в целом латиноамериканскими ритмами. И помимо этого, я также хотела бы отметить, что мне очень нравятся аргентинские люди. Они очень открытые, тружелюбные и отзывчивые. Мне очень нравится то, что они семейные. Здесь есть замечательная традиция по выходным собираться всей семьей. Разные поколения семьи собираются. И они общаются, вместе проводят время и делают их традиционные осады. Осады – это такое мясо на гриле и пьют свой традиционный напиток маты. Я сегодня даже заварила маты специально, чтобы показать вам. Обычно маты завариваются в емкости для маты, которая называется клобаса. Клобаса, как правило, сделана из тыквы, но также есть емкости из дерева и других материалов. Например, моя емкость, она сделана из дерева, видите, в таком традиционном русском стиле. Это сочетание, на мой взгляд, очень удачное аргентинской и русской культур. Также обязательно эта трубочка, через которую пьют маты, она называется бомбища. И существуют разные вкусы маты. Он на вкус немножко такой горьковатый, но можно добавить туда мед или сахар, если кто любит вкусы послаще и помягче. Но аргентинцы также пьют маты без всяких добавок. Маты – это напиток дружбы, потому что, когда вы приходите, например, в гости к аргентинцам, они обязательно заваривают маты и передают свою колобасу с маты всем своим друзьям. И все пьют напиток из одной трубочки. И это очень важно, потому что у аргентинцев это высший показатель их гостеприимства. Поэтому, если вас однажды угостят маты, никогда не отказывайтесь. Это значит, что аргентинцы к вам очень расположены, очень хотят дружить и проявить свое дружелюбие и открытость своим гостям и друзьям. Как аргентинская общественность относится к России? Вы знаете, в целом аргентинцы, простые аргентинцы, они позитивно относятся к России. Они хорошо знакомы с нашей культурой, с нашей историей. Они с удовольствием приходят на мероприятия в «Русский дом». Причем на мероприятия абсолютно разные. Это могут быть и концерты классической музыки, это могут быть различные конкурсы, это могут быть такие акции, например, как «Тотальный диктант». Мы здесь пишем «Русский диктант», «Географический диктант». И аргентинцы с огромным удовольствием участвуют. Конечно, они отмечают, что задания зачастую для них сложноваты, но все равно им очень любопытно, потому что каждый раз, приходя участвовать в подобных акциях, они узнают из себя что-то новое, а это очень важно. И несмотря на, скажем так, ту антироссийскую пропаганду, которую ведут прозападные СМИ, и в том числе и Аргентина, в этом плане не является исключением, аргентинцы, они хорошо образованы, и у них есть свой критический взгляд на вещи, они анализируют информацию, они изучают русский язык для того, чтобы изучать информацию из разных источников, в том числе и русскоязычных. И мы этому очень рады, поэтому в целом хочу сказать, что достаточно позитивное отношение. И вот за все годы, которые я живу и работаю здесь, я ни разу не замечала ни на себе, ни на своих знакомых какого-то негативного отношения. Знаете, здесь Россию воспринимают как такую очень интересную экзотику. Аргентинцы ценят красоту русских женщин, они ценят наши достижения в области культуры, в области науки, они ценят наше образование, поэтому в целом отношения очень-очень позитивные. Вы как раз затронули тему проектов «Географический диктант, тотальный диктант». Могли бы Вы рассказать о своих проектах, которые Вы в данный момент реализуете? Да, конечно. «Русский дом» в Гуэнос-Айресе реализует большое количество проектов в различных направлениях. Например, у нас пользуется большой популярностью и большим интересом проект под названием «Музыка нас объединяет». Это музыкальный проект, который мы реализуем уже на протяжении нескольких лет с Национальным университетом искусств аргентинским, в рамках которого аргентинские студенты раз в месяц на базе «Русского дома» организуют концерты. В программу этих концертов обязательно включена музыка русских композиторов. Я хочу отметить, что студенты абсолютно различных направлений с огромным удовольствием исполняют произведения русских композиторов у нас в «Русском доме». На этих концертах, как правило, полные аншлаги приходят не только друзья, родственники, одногруппники и преподаватели этих студентов, но и даже у нас были случаи, когда в конце учебного года некоторые студенты выбирали «Русский дом» как место, где они сдавали свои выпускные экзамены. Мы всячески помогали ребятам, в этом здесь собиралась комиссия с числа их преподавателей, педагогов, и, как правило, все проходило просто на отличие. Также у нас с успехом функционирует на базе «Русского дома» киноклуб. Мы организуем этот проект совместно с Молодежным традиционным советом российских соотечественников здесь, в Аргентине. В прошлом году нашему Молодежному совету исполнилось 10 лет. Мы очень рады, что у нас здесь такие активные, инициативные, творческие ребята. Мы подбираем с ними фильмы для показов в рамках работы киноклуба, и мы обеспечиваем права на показ этих фильмов в «Русском доме», а ребята готовят субтитры с ним на испанском языке для того, чтобы как можно больше наших аргентинских друзей смогли познакомиться с нашим замечательным отечественным кинематографом. Также мы достаточно активно развиваем образовательную тематику, потому что здесь существует большой интерес к образованию в России. Мы проводим на регулярной основе презентации российских вузов. Также «Русский дом» работает в области гуманитарного сопровождения российского бизнеса и российских бизнес-проектов. И совместно с нашим торговым представительством на базе «Русского дома» успешно функционирует деловой клуб «Атенео», в рамках которого встречаются российские и аргентинские компании, работающие в различных областях, для того, чтобы устанавливать партнерские связи, развивать их, договариваться о сотрудничестве. И этот проект очень плодотворный и успешно функционирует вот уже не один год. Одним из таких удачных форматов в рамках не только работы в Аргентине, но также наше представительство, наш «Русский дом» курирует еще Уругвай и Парагвай, мы проводим Дни российской культуры и российского образования в различных провинциях страны. Поэтому мы уже в этом году провели Дни русской культуры в Парагвай, в основу которых легли мероприятия, приуроченные к 150-летию Рахманинова, юбилей которого мы отмечаем в этом году. И также у нас очень плодотворно прошли Дни России в провинции Токуман. Ставили местной публике замечательный концерт с участием нашей соотечественницы, скрипачки Марьяны Казаковой. Прошла выставка, также посвященная Рахманинову. Прошли презентации программы государственных стипендий российских вузов, лекции о российском кинематографе, были показаны российские фильмы. И вообще-то куманская публика очень тепло принимает нас вот уже второй год. Кто в основном посещает русский дом? Вы знаете, на самом деле русский дом посещают люди самого разного возраста. Это как аргентинцы, так и наши соотечественники. Вот, например, у нас с самым младшим посетителем русского дома, им буквально по три годика, потому что уже детей от трех лет мы принимаем на курсы русского языка при русском доме, где детки изучают русский язык. Также самые юные наши посетители принимают активное участие в различных детских праздниках. Вот, например, у нас скоро будет наш традиционный квест, уже посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, где ребята будут бегать по всему русскому дому и принимать участие в игре по станции. Русский дом посещает молодежь, как среди и аргентинцев, так и наших соотечественников. Здесь регулярно проходят собрания нашего молодежного традиционного совета. Ребята принимают участие в различных мероприятиях, в различных проектах, презентациях, конференциях, семинарах. У нас с большим успехом для молодежи. В прошлом году прошла школа молодого лидера. Провели эту школу на русском языке. В этом году мы планируем также делать перевод и на испанский язык, для того, чтобы как можно больше аргентинцев смогли принять участие в этом полезном образовательном проекте. Также у нас и взрослые с огромным удовольствием посещают Русский дом помимо различных мероприятий. Это курсы русского языка. Действует на базе Русского дома театральная студия. Поэтому у нас здесь регулярно собираются любители театрального искусства. Они готовят свои постановки, премьеры которых проходят, как правило, у нас в Русском доме. И потом они показывают их на других площадках. В общем, диапазон посетителей Русского дома, он максимально разнообразный. Это и аргентинцы, и соотечественники, и люди самого разного возраста, с самым широким спектром интересов. И мы стараемся делать наши мероприятия интересными, разноформатными, чтобы различной аудитории здесь было интересно, и все могли найти здесь себе занятие по душе. Если говорить о тех мероприятиях, которые прошли за последнее время, я бы выделила это встреча с российскими путешественниками, которые осуществляют кругосветную экспедицию по пути русских кругосветных мореплавателей. Это команда экипажа Тримарана Russian Ocean Way, Станислав Березкин и Евгений Ковалевский. С ними прошла очень интересная встреча, и наша публика была в полном восторге от той экспедиции, которую осуществляют, в которой принимают участие наши путешественники. Также было очень интересно на встрече с Ольгой Стефановой, которая была у нас буквально недавно, в апреле. Ольга Стефанова – это российский режиссер и путешественница, которая неоднократно была в Антарктиде, и она представляла здесь свой фильм «Остров Буромского». Замечательный проект и очень трогательная история. На встречу у нас присутствовали не только аргентинцы, которые интересуются русской культурой, и просто им интересна эта тема, но мы очень рады, что на эту встречу пришли также представители Аргентинского института Антарктиды. Подарили Ольге различные памятные сувениры, и это было очень здорово и очень трогательно, и всем очень понравилось это мероприятие. Также я бы хотела, наверное, выделить мероприятие, которое у нас прошло ко дню космонавтики. Здесь с огромным удовольствием отмечают этот праздник, и здесь знают о том, что первый космонавт планеты – это Юрий Гагарин. В местном планетарии стоит его бюст. И в этом году, несмотря на все сложности, связанные с напряженной международной обстановкой и со всеми этими аспектами, нам удалось организовать выставку, посвященную Юрию Гагарину и его полету в космос, на внешних экранах городского планетария «Галилео Галилей». То есть круглосуточно на внешних экранах планетария транслировались архивные фотографии с участием Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других наших космонавтов, рассказывающие об истории отечественной космонавтики. И городские жители с огромным удовольствием прогуливались около планетария, потому что рядом с планетарием находятся замечательный парк, где очень много горожан проводят свое свободное время, и они могли наслаждаться этой выставкой и знакомиться с нашими достижениями в области освоения космоса. И также я бы хотела отметить мероприятия, которые у нас прошли в этом году ко Дню Победы. Здесь традиционно прошел бессмертный пол. В нем принимают участие наши соотечественники, а также аргентинцы, которые здесь проживают, которые также хотели отдать память погибшим, память героям Великой Отечественной войны. Самое интересное, что в этом году в Аргентину впервые прибыл огонь памяти. Огонь памяти привезли активисты Народного фронта. Мы передали частичку этого огня с Красной площади, с могилы неизвестного солдата, проживающему здесь ветерану Марии Степановне Кадар. И также мы передали частичку этого огня в наши клубы соотечественников, культурно-спортивные клубы Владимир Маяковский и Писсарион Белицкий. А что вы можете сказать о курсах русского языка? В целом популярно ли изучение этого сложного, без всяких сомнений, нашего родного русского языка? Вы знаете, несмотря на то, что русский язык он достаточно сложный, аргентинцы его изучают. Его изучают, им это очень интересно, и изучают по разным причинам. Кто-то, например, хочет поехать учиться в Россию и перед своей поездкой хочет подготовиться к процессу обучения, для того, чтобы процесс адаптации у них прошел легче. Кто-то хочет читать Достоевского в оригинале и восхищается русской культурой и нашими произведениями отечественных авторов. Также русский язык изучают тем, у кого, например, были родственники из России, потому что здесь же, как известно, проживает одна из крупнейших, крупнейшая в Латинской Америке русскоязычная диаспора. По некоторым оценкам она насчитывает около 300 тысяч человек. Здесь было несколько волн миграций, и многие люди, которые мигрировали сюда, они уже утратили русский язык. Некоторые из них хотят отдать дань памяти своим предкам, своим бабушкам, дедушкам, хотят сохранить эту русскую культуру в своей семье, хотят сохранить язык. И это тоже является одной из причин, почему они его изучают. На базе Русского дома действуют курсы русского языка. У нас обучается порядка 150 студентов, причем самого разного возраста. У нас есть и курсы для детей, и есть курсы для взрослых. Мы проводим экзамены по русскому языку, организуем сертификационное тестирование совместно с Институтом Пушкина. Также мы проводим курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка, так и иностранного, не только проживающих в Буэнос-Айресе, и даже не только проживающих в Аргентине, но и в других странах Латинской Америки. То есть традиционно в наших курсах участвуют и преподаватели из Уругвая, Парадвая, даже Бразилия и других стран. И мы оказываем учебно-методическую поддержку Центром изучения русского языка по всей стране. Мы передаем литературу на русском языке, учебно-методические материалы. Всячески поддерживаем те организации, на базе которых изучают русский язык. Вы затронули как раз тему образования. Не могли бы вы сказать, какие направления наиболее востребованы у аргентинских абитуриентов? Вы знаете, традиционно российское образование пользуется интересом здесь, в Аргентине. Несмотря на то, что мы находимся очень далеко, и, скажем так, это не дешевое удовольствие поехать учиться в Россию, потому что билеты, к сожалению, очень дорогие, расстояния очень большие. Помимо этого у нас отсутствует межправосоглашение о признании дипломов и ученых степеней. Это также осложняет этот процесс. Но, тем не менее, российское образование востребовано и пользуется интересом. Вот, например, говоря об итогах последних двух отборочных кампаний, мы можем константировать увеличение интереса к специальности в программе международное отношение. Мы считаем это очень важным, так как, несмотря на ту настоящую информационную войну, развязанную западными странами, и в том числе, которую поддерживают и транслируют местные СМИ, мы видим, что все больше аргентинцев хотят слышать позицию России и укреплять роль нашей страны на международной арене. Менеджмент, экономика и финансы в России. Экономика, которая, вопреки всем предсказаниям западных экспертов, выстояла и выдержала, несмотря на различного рода санкции, и также растет интерес среди аргентинских абитуриентов к изучению информационных технологий, где Россия традиционно занимает лидирующие позиции. Мы находимся в постоянном контакте с нашими студентами, отвечаем на все интересующие их вопросы, всячески помогаем, если это нужно. И помимо того, что они приобретают там большое количество друзей в России, они приезжают обратно, получив образование там. И здесь они, опять же повторюсь, несмотря на отсутствие межправсоглашения о признании дипломов и ученых степеней, они здесь становятся очень восприятными специалистами. Они становятся настоящими друзьями России. Они выступают в роли таких, знаете, людей, которые налаживают мосты дружбы между народами России и Аргентины. Они наши такие послы своеобразные, послы дружбы, послы мира. Они всегда степлом вспоминают о том времени, когда они учились в России. Они поддерживают отношения со своими российскими друзьями. И чему мы очень рады, выпускники российских и советских вузов являются постоянными участниками наших мероприятий. И у нас даже традиционно проходит день выпускника 10 ноября на базе Русского дома, где наши выпускники встречаются, делятся своими впечатлениями, делятся воспоминаниями, ностальгируют о том прекрасном времени учебы, который они провели в нашей стране. Очень, я думаю, что они чувствуют это трепетное отношение, именно поэтому готовы и всегда только рады, собственно говоря, участвовать в будущих проектах, которые реализует Русский дом. Какие планы у Русского дома в ближайшее время? Да, у нас грандиозные планы. И несмотря на сложность обстановки, да, и на сложность тех условий, в которых мы сейчас работаем, мы все равно продолжаем с огромным энтузиазмом продвигать нашу русскую культуру здесь, в Аргентине. Но из ближайших мероприятий в День памяти и скорби мы планируем в культурном центре Горини показать фильм «Нюрнберг» 22 июня. Также ключевым и масштабным проектом этого года у нас является 150-летие Рахманинова, и мы планируем большой концерт участием симфонического оркестра Аргентины, и также мы планируем выставку, материалы, которые нам предоставил Национальный музей музыки из Москвы, посвященное творчеству и жизни Рахманинова, в одном из крупнейших и самых эмблематичных культурных центров стороны это культурный центр имени Киршнера. Также мы планируем провести во втором полугодии Дни российской культуры в различных провинциях страны, в частности планируем охватить провинцию Огненная земля, Миссионис, а также Дни российской культуры планируем провести в Ругвай. Ну и один из самых наших ближайших планов и один из самых масштабных в преддверии начала кампании по отбору студентов мы планируем провести здесь неделю российского образования с участием российских образовательных организаций, которые приедут специально нам сюда, чтобы дать лекции, представить свои университеты и привлечь как можно больше аргентинцев для того, чтобы у них возник интерес к обучению в России, чтобы ответить на их многочисленные вопросы и сказать о том, как выглядит российское образование сейчас. Дорогие друзья, подписывайтесь на социальные сети Русского дома в Буэнос-Айрис. До новых встреч в эфире. Еще раз спасибо. Вам большое спасибо за эту возможность рассказать о нашем русском доме и о том, как русскую культуру любят в Аргентине. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова